Добрый день, уважаемые зрители! Начинаем наш вебинар «Безиндикаторный анализ основных валютных пар». С вами Кирилл Рудович, менеджер, преподаватель официального партнера Alpari в городе Минске. Напоминаю, что есть у вас возможность задавать свои вопросы по ходу семинара, пишите их в чат, вижу все, стараюсь на них сразу же отвечать, как только ваши вопросы появятся. Для того, чтобы написать вопрос, вам необходимо авторизоваться в личном кабинете, ввести логин и пароль на сайте и получите доступ, собственно, к кабинету. Если кто-то пока смотрит трансляции, обзоры без личного кабинета, можете его зарегистрировать. Регистрация абсолютно ни к чему не обязывает, после чего сможете получить доступ к чату, сможете получить доступ к торговым платформам, к сервису торговых сигналов, авточертист, сможете получить бонусы, альпы, которые можно обменять на деньги, можно пустить на улучшение торговых условий, снизить спред, снизить отрицательные свопы и так далее. Так что можете, в принципе, зарегистрироваться. Напомню, что проводим мы анализ без индикаторов, смотрим мы уровень поддержки, сопротивления, смотрим мы, как ведет себя цена на этих уровнях, и дальше уже принимаем решение о том, что нам делать, как нам торговать, куда нам двигаться. Сергей задает вопрос, как перестать сливать депозиты. Самый простой, кардинальный способ – это перестать торговать. То есть, если вы не торгуете, вы депозит не сольете. И потом уже подумать, посмотреть, почему вы сливаете. Самый первый способ – перестать торговать. Дальше. Давайте разберемся сейчас с календарем событий. Что у нас на сегодня по календарю. 15.00. Видим, было выступление члена комитета коммунитарной политики. Видели, что фунт дернулся. Дернулся так интересно. Многие там уже решили, что это будет какое-то движение. Но увидим все это дело. На графиках. 15.30 статистика по США. Статистики достаточно много. Плюс 15.30 по Канаде немножко. По Канаде ВВП. Февраль по месяцу. Но не может быть, чтобы она сильно как-то повлияла. Все остальное на сегодня не особо важно. Главное, помнить, что сегодня пятница. На выходные лучше не переносить свои позиции. Лучше эти позиции оставить на понедельник. Их не переносить. Вернее, закрыть сегодня. Господи, заговорился. Почему? Потому что могут быть и гэп в понедельник. И закрытие пятницы может быть очень и очень вариативно. Интересно. Так, давайте смотреть, что у нас сейчас по графикам. По евро-доллару для начала. По евро-доллару, в принципе, я ждал, что будет, собственно, где-то с этой зоны продаж. Но, как видим, продаж нет пока. И вариант продаж пока, скажем, откладывается. До 1.14 дошли. И что у нас на 1.14, почему, скажем, такой важный уровень 1.14, все посмотрите, да, то это границ, скажем, вообще боковика в принципе. То есть, ну, именно с этих цифр начинается граница на недельном графике. Кто тут мне что нарастягивает? Вот, собственно, да. И с этой границы, с этой границы уже, ну, интересный момент наступает. Какой? Много участников, да, кто считает, что пробьем границу, кто не пробьем. Вообще граница боковика, в которой евро уже год держался. Если за эти границы выйдем, да, то для многих это будет эпохальное событие. Я знаю, что у некоторых висят еще сделки, кто торговал без топов, пересиживаниями. А с 1.15 еще стоят в сделках, да. То есть, возможно, кому-то полегчает скоро. И закроется, собственно, позиция, да, там, которая генерила минус. То есть, знаю, что есть такие товарищи, которые год сидят в минусе и не знают, что делать. Вот, что сейчас пока, да. Ну, пока, пока сложно тут что-либо судить, предпринимать. Надо поменьше, на меньше таймфрейме глянуть вообще-то наверх пока. Ну, не особо активно мы идем, да. Утро сходили, какое усилие было, скажем, медвежье второй раз, да. Пока осложновато что-либо тут предпринимать. Единственное, можно, скажем, о покупках поговорить на откате, да. Ну, в случае, если он, конечно, будет, откат этот. Вот, собственно, зона, ждать здесь отката, да. Но, опять же, тогда нам надо смотреть, как мы будем подходить к этому уровню, да. То есть, ждем отката, возможно, он повыше будет. А насчет свопов, если я не ошибаюсь, то по свопам по евро в шорт положительный своп. То есть, в продажах своп положительный. Вот, а в покупках отрицательный. Да, соответственно, если в лангах стояли, то, ну, свопов там накапало капитально. Вот, ну, за год, можно, кстати, посчитать, сколько за год свопов. Если в среднем где-то 3% годовых, да, то есть, изменение на 3% это что-то в районе 300 пунктов свопов накапало. Ну, я так, навскидку просто могу ошибаться где-то так. Вот, дальше давайте разбираться, что по евро-доллару. Да, пока, собственно, не совсем понятно, будем мы откатывать или не будем. Важно ориентироваться на этот максимум, да. А если сейчас максимум мы обновим, да, то, значит, нам ждать отката, ждать отката примерно в этой области, где и обозначен. 13.97, 1.14 ровно, да. А в этой области тогда можно ожидать откат. Если мы эти, пока не обновим этот хай, да, лучше все-таки на откат не рассчитывать, даже если он и будет. То есть, возможно, что просто очередная попытка перед тем, как пойти наверх. Поэтому здесь надо аккуратно смотреть и, главное, не торопиться, да. То есть, не жадничать, не пытаться запрыгнуть в движение еще до его начала. Поэтому ждем, собственно, если обновляем этот хай, да, ждем отката и заходим в покупки. То есть, откат, я думаю, что будет, если действительно так пойдет сценарий, как мы планируем, да. Пока же видим, что тут на 1.14.10 и дальше никуда. Можно поменьше взять период. На большем таймфрейме пока, ну, расчет, да, на покупки, скажем, такой слабенький. Почему, но больше в таймфрейме больше ориентируясь на то, что, опять же, устроим здесь какой-то боковик, будет пробитие и где-то с 1.13.80 возможны шорты, да. Но это сценарий, в случае, если мы пробьем, собственно, 1.13.80, да. Пока же, пока обновляем этот максимум, ждем отката и пробуем заходить в покупки, собственно, с этой отметки, да. 1.13.97, 1.14 ровно, пробуем, собственно, зайти. Дальше давайте смотреть. По швейцарцу, доллар-швейцарский франк, то же самое, да, только в обратную сторону. Вот, с еврик наверх, то швейцарец, в принципе, вниз. Встречает пока некоторое сопротивление в виде проторгованной области. Нельзя сказать, что оно какое-то особо сильное влияние оказывает, но пока, видите, задерг наверх, вниз, да. То есть, по швейцарцу вообще тоже боковик маленький, скажем, маленькая консолидация. И надо будет смотреть, ну, куда будет исход из этой консолидации. Напомню, что и евро-доллар, доллар-швейцарский франк торгуются, они скоррелированы, то есть, зависят друг от друга, да. Если кто-то вверх, то кто-то вниз, да, в обратной корреляции. Пока же мы видим, что вообще по франку здесь, в принципе, боковик, да. Вот эти зоны боковика можете обозначить, они вам пригодятся в будущем. Ну, если кто-то по франку торгует, вот она зона. Пока же видим, что здесь, собственно, в зоне и ходит, да, франк. Если, собственно, будет пробой нижней зоны, тогда, ну, по евро будет наверх, да, естественно, евро двинцы наверх. Пока же, пока, наоборот, сужение. Давайте глянем по фунту, что за картина, да, какая тут у нас интересная картина. Ну, вот фунт собрался наверх, да, то есть, ну, на младшем таймфрейме, скажем, собрался наверх, пустили шпильку вниз и дальше ни в какую. Можно по фунту, кстати, попробовать сейчас покупки. Да, что ж такое. Вот, попробуем по фунту покупки. Ниже нет смысла ставить стоп. Тут и так порядка 30 пунктов. Попробуем подержать, да, фунта дальше наверх. То есть, есть вероятность, да, что можем, можем мы дальше вырулить наверх и двинуться повыше, да. Пока же, пока, скажем, такая вот ситуация, да. Ну, в любом случае, обратите внимание на чуть старший таймфрейм, чуть более старший, ну, часовик, да. Какая здесь картина? Смотрите, вот эта зона 1.45.20, которую я обозначил, да. Ну, это зона, скажем, продаж, да, откуда пойдут продажи. Сейчас, видите, пока мы зашли в покупку на младшем таймфрейме, да, Вот, как обычно, на новостях, да, такая вот свечка. Практически всегда на любых новостях вы можете увидеть, если где-то какая-то есть волатильность, то свечка вверх-вниз происходит, да. Дальше, что еще можем посмотреть? Вход, в принципе, мы зашли, я считаю, правильным. Для тех, кто торгует, скажем, более консервативно, можно сделать каким образом, да. Есть у нас, вот она, зона верхняя, да. Мы, в принципе, зашли на, если возьмете меньше таймфрейм, там, 15 минут, то мы, в принципе, от этой зоны и зашли, да, только практически с этой зоны, да, только с другой стороны. Я думаю, что эту зону пробьем. Можно, кто, скажем, так, что я тяну, а, тяну этот, ладно, пусть пока там наверху стоит. Можно дождаться какого маневра, еще одного пика, да, ретеста. Я думаю, где-то с этой зоны как раз-таки не будет. И заходить по такому сценарию, да. Я же пока забежал наперед. Я думаю, что, в принципе, мы не ошиблись, да. Надеюсь, что мы не ошиблись. Вот, в любом случае, правильно рассчитывайте объем позиций, да, чтобы стоп не был для вас критичным, да. Что касаемо целей по фунту, давайте разбираться подробнее. Ну, здесь, скажем, вчера так неплохо откорректировались, да, и сегодня опять мы продолжаем биться наверх, да. Я думаю, что по фунту, вероятнее всего, ну, не удержать пока покупателей и, скорее всего, продолжим мы наверх карабкаться, да. Несмотря на то, что тут уровень 1.46, ну, держал цену, достаточно крепенький уровень. Вот, пока, ну, текущая сделка, да, которую, скажем, я открыл, ну, скажем, актуальна на сегодня, да. Вот, цели до 1.50, я думаю, что она реалистична. Цель вполне, да, можно, в принципе, попробовать подержать до 1.50, вот, но лучше все-таки, ну, с перезаходами, да, почему? Потому что могут быть коррекции и поглубже, да, и, ну, нам это не с руки. Поэтому, скажем, по глобальным целям 1.50 стоит у нас, да. Что касаемо локальных целей, давайте разбираться, где мы будем сейчас, ну, не сейчас, попозже выходить, да. То есть, ну, важно нам, как пойдет дальнейшее движение, да. Вот, ну, в любом случае, я обычно всегда своим студентам, кто обучается, советую, что если мы не видим цель, ставьте 1 к 3 соотношение, хотя бы по риск прибыли, и дальше пробуйте торговать, да. Вот, сейчас мы пока цели действительно не видим, так что первая цель, скажем, промежуточная может быть либо следующий откат, да, либо 1 к 3 соотношение. Пока же, пока, как видите, ну, идет борьба здесь на уровне, да, никто не хочет уступать, ни покупатели, ни продавцы. Вот, поэтому пока просто дожидаемся, да. Возможно, еще будет откат небольшой, но я думаю, что не должен он быть глубже нашего, собственно, стопа, да. Ну, по крайней мере, надеемся на это. Вот, кто не заходил, да, можете дождаться, пока здесь разыщится борьба на этом уровне, и дальше попробовать зайти просто чуть повыше. Дальше давайте глянем по доллар-иене, по паре, что у нас по доллар-иене, да. Ну, и гена продолжила укрепляться, да, и я рассчитывал, чтобы здесь откат какой-то посерьезнее, да, но, как мы видим, что плевать, гена хотела на все эти уровни, разметки и прочее, да, то есть идет движение, в принципе, обратно, сейчас, как вы видите, притормозились, да. Ну, в любом случае, в продаже пока, ну, не совсем хочется заходить, почему достаточно мощное было снижение, и в любом случае, а можем мы откорректироваться, да, то есть поэтому продажи пока не актуальны, да, то есть кае надо искать откаты либо покупки, но, как мы видим, тоже негде взяться, да, поэтому лучше все-таки иену не трогать. Я думаю, что на этой неделе, да, уже пятница, дайте, нормально закрыться, в понедельник посмотрим, как все это дело торгуется, какие будут вообще идеи, да, но пока идея говорит, что надо дожидаться отката, то есть откат наверх очень-очень реальный, да, то есть реальный этот откат. Дальше давайте глянем по австралийцам. Ну, австралийц пока сегодня ведет себя хорошо, да, по сути в боковике цели не достиг, да, то есть, который я вчера говорил, что возможно мы достигнем, будет разворот, пока не достиг, и по сути, ну, очень вяло торгуется, да, фунт что-то начал откатывать напрасно. Очень вяло торгуется, поэтому лучше все-таки австралийц, что называется, пока, ну, не трогать, да, негде здесь приложиться, и застрял он просто-напросто между уровней, поэтому на него никакого внимания не обращаем, оставляем так, как есть. Дальше давайте глянем по Новозеландцу, там интересный момент. Там очень четкий боковик натоптали, да, то есть зона, смотрите, ну, кто-то скажет, что тут там наверх немного двигаемся, да, то есть для меня пока это все боковик. Светлана, да, сегодня пятница, и что с этого, не совсем понимаю комментарий. Насчет сделки, да, что я говорю, что не оставлять на выходные, ну, так мы фунта еще сегодня закроем. А, пятница, откатница. Вот, смотрите, да, то есть по Новозелу вот он, собственно, боковик, да, с его границами. Вот, и пока он здесь находится, да, то есть, ну, теперь-то отчетливо видно, да, наметили себе границы, установили. Пока здесь Новозеландец ходит, ну, нет смысла здесь в боковике зависать, ну, если только вы там не пытаетесь скальпировать от границ, верхних, нижних границ, да, и пытаться себе, ну, создать каких-то проблем, скажем, на одно место, да, то туда. Вот, в любом случае мы ждем выхода, да, я думаю, что, в принципе, выход может быть вниз. Мы можем еще отработать вот эту процентную ставку новости, да. Так, Евроавстралиец просит, глянем, ну, в конце обзора глянем, я думаю, что время оставим, да. Я думаю, что вот по Новозеланцу, да, как раз-таки момент пока сюда, да, то есть, ну, не так, конечно, глубоко первый откат, вот, можно дождаться такого момента, и, скорее всего, дойдем мы до 0,68, откуда мы, собственно, так здорово подросли, да. Почему? Потому что это все спекулятивная составляющая, любая спекулятивная составляющая должна быть отработана, ну, на мой взгляд. Вот, так что пока по Новозеллу пусть торгуется в боковике своем, да, пока не пробьет какую-либо из границ этого боковика, дальше уже будем смотреть. Дальше давайте смотреть нефть, да, нефть идет на рекорд, 50 долларов не за горами, как мы видим, 48-20, да, и, ну, я думаю, что по нефти 50 мы все-таки достигнем, да, потрогаем, важно, очень уровень, 50 долларов, там, помимо круглого и так далее, да, я знаю, ну, знаем, что многие страны закладывали эту цифру в свои бюджеты, да, то есть нефтедобывающие страны у них, там, и в России, и в других странах, там, это 50 долларов, скажем, отметка, над которой более-менее можно, там, скажем, работать, да. Все, что ниже, это уже режим ЧС, чрезвычайная ситуация. Дальше, по сути, по канадцу, да, что по канадцу, будет он укрепляться, пока растет нефть, то же самое и с рублем, вот смотрите, тут вот наш уровень, да, его пробить пока не можем, да, то есть, видите, идут откаты, в принципе, канадца можно, можно продавать сейчас. То есть, единственное, что, опять же говорю, что до конца сессии, да, сегодня, вот наш стоп, нет смысла оставить его меньше, единственное, говорю, что до конца сессии, да, лучше не оставлять сделки, то есть, сделки лучше не оставлять. Вот, собственно, что по канадцу, стоп короткий, тут сколько, 11 пунктов, ну, не так уж и много, да, просто больше, нет смысла его ставить больше, вот, можно, конечно, чуть выше поставить за следующий, чтобы нас просто-напросто волатильностью не выбило, да, хотя я не думаю, что нас выбит. Вот за этот хай, я думаю, что до 19 уже вряд ли дотянутся, вот. Вот, ну, а по целям пока смотрим, да, то есть, как будет развиваться ситуация, как будем идти дальше, то есть, по канадцу, пока такой момент. Дальше, доллар-рубль, ну, естественно, будет укрепляться, да, 64, почему нефта растет, почему бы не укрепляться, да. Прогнозов не даю по рублю, много аналитиков, кто дает, собственно, прогнозы, да, и сложно что-либо прогнозировать, сложный инструмент. Дальше, по золоту, да, по золотишку, ну, золото тоже бьет рекорды, хотя я думал, что мы там 1200 пойдем, да, испытаем на прочность нервы инвесторов, там, и так далее, которые в это золото вкладываются, оказывается, нет, да. То есть, ну, хотя по-хорошему, по-хорошему здесь все еще боковик, да, то есть все еще боковое движение, несмотря на то, что здесь немного уже вырвались, да, наверх, что по золоту, я думаю, что в ближайшее время можно ждать отката, да, и искать какие-то покупки. Вот, собственно, идет наторговка пока, да, поковичок, консолидация, наторговка, пила, в общем, называйте, кто как хочет, да, пока нижнюю границу обозначу, верхнюю вы без меня обозначите, да, то есть по золоту можно, вот такой вот, скажем, сценарий может быть, возможен, да, то есть не берусь судить, что именно такое будет, да, но, возможно, такой сценарий. А дальше вероятность, большая вероятность того, что продолжим расти, то есть пока такой момент, да, напомню, что разметки, они, разметки, они не всегда оправдывают, надо смотреть, как себя цена ведет на этих уровнях, да, то есть я пока набрасываю идеи, а как эти идеи уже будут отрабатываться, надо внимательно смотреть, да, то есть надо следить за тем, как они будут отрабатываться. Пока же именно такие идеи. А насчет вниз пойдем круглый уровень пробит, ну, скажу сразу, да, по поводу рубля, да, тут уровень хоть круглый, хоть квадратный, хоть прямоугольный, да, здесь огромная политика вообще, и все это дело зависит именно от цен на нефть. То есть каких-либо интервенций там не проводится, да, по крайней мере, ну, никто не признается, да, да, ну и видно, что ничего не проводится. Все сугубо следует именно за нефтью, поэтому там, ну, насчет круглого квадратного уровня не загоняйтесь, то есть на акциях это работает, да, здесь, ну, где огромная политика, ни о каком там круглом уровне речи быть не может, да. Ну и глянем заодно по серебру, в принципе, что, да, идет на рекорд серебро, пока, я думаю, что продолжится рост, да. Просили по евро-австралийцу, давайте глянем, что по евро-австралийцу, так, не думаю, что там что-то сильно будет отличаться от того же евро-доллара, да. Так, где евро тут австралийцы? Потерял, да, евро-австралийц, неужели тут? А насчет закрывая сделки крупные игроки, на них добросьте вы, никто не сидит там и не меряет круглый уровень, чтобы закрыть сделки, да. На крупной игроке не закрывая сделки там, где есть ликвидность. То есть, если ликвидность где-то есть, да, ее закроют, неважно, это круглый, квадратный уровень или еще какой-то. То есть, это все, скажем, ну, книжные домыслы, да, насчет там круглых уровней и так далее. То есть, а если где-то там на акциях, то это работает, да, работает оно не за счет того, что уровень круглый, за счет того, что много людей заходит на этих уровнях, проще считать, да. А на спот-рынке, на фьючерсах это практически не работает, а на таких инструментах, где голая политика, да, то есть тут вообще эти круглые уровни можно забыть, просто-напросто забыть, не забивать себе голову. Так, что по евро-австралийцу? Да, ничего, боковик, боковик, да, цена у верхней границы пока, но в принципе ничего не меняет, да, то есть границы боковика вы без меня можете построить. Вот он раз, да, вот он два, наш боковичок. Вот наши границы, да. Вот, то есть пока цена здесь ходит, ну, работаем, скажем, от границ боковика продажа сверху, покупка снизу пока в боковике, да. Вот, ну, это такой простой подход, либо же ждем пока, ну, не выйдем за какую-то границу боковика. Я думаю, что есть вероятно, что будет по евро-австралийцу выход пока вниз, да, но это пока навскидку, да, то есть далеко не гарантирую этого. Надо смотреть, куда выйдем и дальше пробовать торговать в эту сторону, с которой будет пробой. Пока же здесь, собственно, боковое движение, и я бы советовал просто, ну, воздержаться от каких-либо сделок, воздержаться от каких-либо моментов, да. Буквально через 5 минут выйдет статистика по США, видим, как тут цены гуляют, да, и по Канаде. Посмотрим, как все это делает работа. Так что по евро-австралийцу какой прогноз, да, прогноз, пока стоит боковик, лучше его сюда не соваться, да. Если кто-то в сделках стоит, ну, прогноз, я думаю, что по дневкам такая картина, да, ну, сложновато что-либо судить. Я думаю, что, скорее всего, будет откат вниз, да, и после чего продолжим рост, и продолжим рост достаточно динамично, достаточно активно, да, то есть пока вот все, что я могу сказать. Ну, в любом случае, старайтесь избегать попадания в эти боковики. Если попали, то попробуйте прикрыться, да, лучше перезайти потом, чем сидеть и вот на этих горках кататься, да, то есть лучше все-таки потом перезайти, нежели сидеть и терпеть. Вот, фунт вроде что-то в плюсе, канадец пока свирепствует, да. Ну, вот по фунту, в принципе, я думаю, что наша идея на покупке будет развиваться дальше. Посмотрим, как тут, какая статистика по США выйдет, да, ну, а по канадскому доллару, ну, вниз должны идти, должны идти вниз. Вот, получится, не получится, да, уже другой вопрос. Тут около 20 пунктов у нас стопа, 19, ну, не так уж много, ну и немало. Ну, пока такой вот обзор на сегодня, да, на пятницу. Напомню, что в пятницу лучше не оставлять позиции на выходные, не переносить. Почему? Потому что могут быть сюрпризы в виде гэпа в понедельник, да, мало ли там какие новости, еще что, особенно такие, там, валюты, которые связаны с нефтью, да, канадец, рубль тем более, там, да, саму нефть через выходные лучше не переносить. Вот, на этом все, запись буквально тут через 10 минут на канале Альпари в Ютьюбе и в группе Альпари ВКонтакте, пишите свои комментарии под видеозаписями, буду комментировать. На этом все, всем хорошего дня, хороших выходных, набирайте сил, развейтесь, расслабьтесь, отдохните от рынка, в понедельник уже встречаемся с нами на наших следующих семинарах. Всем пока и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok